Зовут меня Захаров Николаев Михайлович, я преподаватель Центра компьютерного обучения при МГТУ имени Баумана, при этом я же являюсь заведующим лабораторией вычлительных машин в МГТУ имени Баумана, и как бы вот эти два рода деятельности совмещаю. Значит, моя задача в Центре компьютерного обучения, то есть то, чем я занимаюсь в Центре компьютерного обучения, связано в первую очередь с подготовкой специалистов Helldesk, то есть подготовкой специалистов, которые занимаются восстановлением работоспособности или обеспечением работоспособности компьютеров на рабочем месте каких-то сотрудников фирм, где они в учебных отделах этих фирм работают. Вот это то направление, которым я занимаюсь в Центре компьютерного обучения. Соответственно, это направление включает в себя такой достаточно большой перечень различных курсов, начиная от настройки и установки операционных систем современных Windows, ну и заканчивая курсами, связанными с восстановлением работоспособности, с архивированием и так далее. Ну все, что нужно, технику для того, чтобы он уверенно обслуживал слушателей, а обслуживал не слушателей, извините, а сотрудников той самой фирмы, где он работает. Вообще, это те самые операции, которые неплохо бы уметь выполнять, и те самые действия, которые неплохо бы уметь, наверное, выполнять и обычным рядовым пользователям. Совершенно не обязательно работать на фирме, обслуживать кого-то. Можно обслуживать свой собственный компьютер, быть достаточно хорошим профессионалом, и проблемы, которые возникают в эксплуатации домашнего компьютера, решать самостоятельно и не приглашать для этого каких-то специалистов со стороны. Вот, собственно, это и есть то самое направление, которым я занимаюсь в нашем центре. Ну, я вот смотрю, что я вот с некоторыми из вас, я посмотрел так список подключившихся по вебинару, там уже нахожу знакомые фамилии. И, собственно, со мной уже общались в центре. Ну и вот наш семинар, собственно, чему посвящен? Ну, во-первых, во-первых, как бы я должен вас познакомить вот с тем направлением, которым я занимаюсь. И первое, вот один из курсов, который входит в это направление, который, собственно, и готовит, в первую очередь, специалисты опытного, независимого от кого-то, решающие многие проблемы на своем компьютере самостоятельно. Это курс, который называется «Техническое обслуживание и ремонт персонального компьютера». Состоит из двух частей. Теоретическая часть, 16 академических часов. На теоретической части я вам, ну, мы вам, преподаватели, рассказываем о том, что такое компьютер. К сожалению, коллеги, ну, вообще говоря, компьютер, электронная выяснительная машина, штука, наверное, не очень простая, да? Вот так вот на знакомство с ней отводится всего-навсего 16 академических часов. Ну, мы все-таки стараемся, все самое важное и самое главное, что нужно знать на этом коротеньком 16-часовой теоретической части вам рассказать. Ну, и самое главное, может быть, самое интересное для многих из вас будет практическая часть, когда мы уходим на практику, мы работаем на специальных компьютерах, на стендовых. Создаются для вас различные там сбойные ситуации и так далее. Вы все это своими собственными ручками, ну, наверное, лучше потренироваться на чужом компьютере, на нашем, а уже потом в мозги своего собственного завязать, да? Вот эти все возможности на нашем курсе предоставляются. Вообще вся вот эта информация, которая у меня здесь на слайдике изображена, для кого этот курс предназначен и так далее. Ну, во-первых, я вам всем эту презенташечку сейчас постараюсь отдать, ну, и, во-вторых, вы, собственно, все это можете посмотреть непосредственно на сайте. Приходите к нам на www.специалист.ru, там есть отдельное направление, так и называется, специалист. Вот туда щелкните и все это будете видеть непосредственно уже у нас на сайте. Поэтому, ну, давайте, чтобы сейчас, собственно, вот на эту вещь, на эту теорию какую-то, на знакомство, собственно, с курсом, особенно много времени уделять не будем, потому что, ну, 45 минут нам с вами дается на наш семинар. А попробуем рассмотреть одну из тем, рассматриваемых на этом курсе. Это тема, которая связана с шинами водовывода или шинами расширения. Теперь, коллеги, давайте вот все-таки с чего начнем. Я для того, чтобы с вами сейчас на этом семинаре о чем-то беседовать, что-то вам рассказывать, презенташечку сделал, буду сейчас вам ее показывать здесь. Эту презенташечку вы можете все получить для себя самостоятельно. То есть для себя. Вот смотрите, господи, что сделал. Закрыл, естественно, да. Закрыл, сейчас откроем. Вот текстовый документик. Ну, если есть возможность, пожалуйста, фотографируйте куда-то себе. Вот по этой ссылочке вы придете на Яндекс.Диск. И с Яндекс.Диска вот эту презенташечку сможете скачать. Значит, шина водовывода и шины расширения. Ну, с одной стороны, посмотрите, ведь это то самоустройство или те самоустройства, которые, чаще говоря, какой-то пользователь и не настраивает, и не регулирует, и не конфигурирует у себя в системе. Как бы они есть, они даны, и мы пользуемся ими. С другой стороны, иметь представление о том, что это такое и в каком виде, собственно, все это существует в наших с вами компьютерах. Специалисту, опытному пользователю знать хорошо. Поэтому вот эту темочку очень простенькую, очень... С одной стороны, простенькую, а с другой, вообще говоря, любопытную и важную. Давайте сейчас и рассмотрим. Значит, ну, начну я с чего? Начну я с архитектуры современного компьютера. И не секрет, что компьютер построен по так называемой шинной архитектуре. Вы, наверное, такой термин слышали и видели где-нибудь. Шинная архитектура означает, что в основе всей системы лежат так называемые шины. Что такое шина? Шина, вообще говоря, это каналы связи, которые обеспечивают взаимодействие различных устройств компьютера между собой. И в архитектуре современных компьютеров можно выделить несколько, как бы, ну, вообще говоря, говорят основных шин. Основных шин. Несколько. Вот основными шинами что, собственно, является? Шина, которая обеспечивает связь центрального процессора со всеми остальными устройствами компьютера. Ее очень часто системной шиной называют. Шина памяти. Шина памяти обеспечивает связь оперативной памяти со всеми остальными устройствами компьютера, в первую очередь, с центральным процессором. И так называемые шины водовывода или же шины расширения, эти те шины, которые обеспечивают связь периферийных устройств различных или же внешних устройств или устройств водовывода, которые используются на нашем компьютере. Причем вот обратите внимание, что я здесь нарисовал. А вот эти шины водовывода в архитектуре современного компьютера, они как бы в двух вариантах могут нам встречаться. То есть шина-то одна, но что значит в двух вариантах? Вы все прекрасно знаете, что современная материнская плата, а материнская плата это собственно основа персонального компьютера, имеет очень много различных встроенных разработчикам, изготовителям этой материнской платы устройств на ней. Вот такой пример, сетевой адаптер есть встроенный? Есть. Аудиоконтроллер есть встроенный? Есть. Отдельное устройство, но оно к чему подключено, это устройство? К какой-то шине водовывода, к какой-то шине расширения, встроенные устройства в материнскую плату. Вот здесь вот, может быть, плохо видно, особенно издалека присутствующим здесь непосредственно в аудитории. Здесь написано on-board device. То есть это устройство, встроенное в материнскую плату. И плюс я здесь вот что еще изобразил? Изобразил разъемы, слоты расширения. Вы когда смотрите на материнскую плату какую-то, вы видите на материнской плате вот такие вот разъемы. А это разъемы, это что такое? Это опять-таки возможность подключать какие-то внешние устройства, периферийные устройства нашему с вами компьютеру. Почему называют шиной расширения? Потому что подключаем и расширяем возможности нашей системы. Добавляем в систему либо устройства, которых там вообще не было, в виде встроенных устройств на материнскую плату, либо добавляем какие-то устройства, имеющие, ну, более лучший функционал, лучшие возможности, чем то, которое встроено непосредственно в материнскую плату. Очень такой характерный пример – видеоконтроллер. Видеоконтроллер встроенный используем. Большинство современных центральных процессоров, с которыми мы работаем, имеет встроенный, по сути, видеоконтроллер, да? Видеоконтроллер есть в самом процессоре, здорово, замечательно, но функционал его, наверное, будет, ну, не очень хороший. Если мы в какую-то современную игрушку собираемся поиграть и так далее, нам возможности этой встроенного видеоконтроллера, скорее всего, не хватит. Ну, что, мы тогда покупаем отдельный видеоконтроллер на отдельной плате, вот в этот разъем шины расширения его вставляем. Опять-таки, увеличиваем функционал нашего устройства. Вот об этих самых шинах, шинах расширения или шинах водовывода, как их называют, мы с вами сейчас и поговорим. Ну, здесь вот, посмотрите, у меня две такие совсем-совсем простенькие, с точностью до идеи, с точностью до смысла. Архитектурные схемы компьютера изображены. Вот эта схема, которая сейчас уже умирает, она все-таки, я все-таки называю ее современной схемой. Но обратите внимание, по такой архитектурной схеме построены компьютеры, если говорить о платформе интеловской, то есть компьютеры, которые в основе своей имеют интеловские центральные процессоры. Это включительно до процессоров типа Core 2Do, так скажем, такие заслуженные уже ветераны, хотя с другой стороны, они не все еще поумирали, особенно если мы будем говорить о каких-то государственных учреждениях, предприятиях не очень богатых, там такие компьютеры еще могут встречаться. Ну, а если говорить о платформе на основе процессоров от фирмы AMD, там такая архитектура умерла уже давно. Умерла уже давно. Потому что AMD, ну и в связи с ней Intel, давным-давно уже перешли вот на такую архитектуру, которая является более современной. Коллеги, вот что такое чипсет? Вот что здесь в основе архитектуры лежит? Связь между различными устройствами обеспечивается какими-то шинами. Шин много, даже здесь вот мы видим аж целых три типа шин, да? Для того, чтобы какая-то конкретная шина работала, должно быть устройство, управляющее работой этой шины. Должен быть шинный контроллер. Кто управляет работой системной шины? Контроллер системной шины. Кто управляет работой шины памяти? Контроллер шины памяти и так далее. Так вот, если с точностью до идеи, с точностью до смысла, чипсет – это набор различных шинных контроллеров, обеспечивающих взаимосвязь различных функциональных узлов компьютера между собой. Вот посмотрите, умирающая архитектурная схема. Здесь шины памяти или же контроллер памяти. Контроллер шины памяти в составе чипсета вы, а в более современных схемах контроллер памяти вы все прекрасны. Вот мы как раз об этом и говорим достаточно подробно на курсе. И рассматриваем архитектуру современных процессоров, их характеристики различные, чем одни от другого отличаются. Мы с вами там говорим, что все фактически современные центральные процессоры имеют встроенный контроллер памяти или контроллер шины памяти. То есть из чипсета этот контроллер в состав процессора уехал. Вот это как бы более современная архитектурная схема. Понятно, в чем ее преимущество над этой? Преимущество-то очень простое. Смотрите, здесь общение через посредника, а здесь общение как напрямую. Ну, естественно, общение напрямую будет выполняться быстрее, чем через посредника. Так вот, различные типы шин. Еще раз, шины – это те самые каналы связи, которые обеспечивают взаимодействие различных устройств компьютера между собой. Вообще, если физически говорить, что такое шина физически? А физические шины – это набор проводников. Возьмите в руки материнскую плату и посмотрите, что вы на ней увидите. Какие-то микросхемы, какие-то функциональные узлы. И много-много-много проводничков печатных, которые между этими узлами протянуты. Вот это, собственно, и есть что? Это и есть шина. Физические шины – это набор проводников. Значит, посмотрите, здесь я просто на этом слайдике показал, ну, такую уже более, как бы, близкую к реальной жизни архитектуру современного компьютера. Здесь мы с вами видим так называемый двухкристальный чипсет. Чипсет, состоящий из двух отдельных микросхем. Ну, может быть, вы такие термины когда-то встречали. Вот термин, давайте смотреть. Северный мост, Южный мост, мы подались когда-нибудь. Двухкристальный чипсет, верхняя микросхемочка, как на географической карте, называлась. Северным мостом, нижняя микросхемочка называлась Южным мостом. А по сути это что? Это опять-таки набор шинных контроллеров. Видите, что выходит из этих микросхем, собственно. И выходят различные шины. Нас с вами будут интересовать, в первую очередь, сейчас не системные шины, не шины памяти. Нас будут интересовать те шины ввода-вывода, которые используются для подключения периферийных устройств. Или вот, посмотрите, тоже такая уже современная архитектурная схема. Только в данном случае чипсет не из двух микросхем состоит, не из двух, кристальный, а какой. Одна кристальная, вот одна микросхемка, и опять набор различных шинных контроллеров. И какие контроллеры в этом чипсете реализованы, контроллеры каких шин, собственно, здесь вот мы с вами все это видим. Так вот, значит, поговорим о различных типах шин. Коллеги, ну, знаете, сначала так, несколько такой экскурс в истории, что когда-то было и чего вы сейчас в современных системах уже не увидите никогда в жизни. Все когда-то начиналось с шины, которая называлась шина ИСА. Шина ИСА очень долго в качестве, как вы знаете, такой основной шины персонального компьютера использовалась. К шине ИСА подключалась вся-вся периферия. К шине ИСА подключался и видеоконтроллеры, жесткий диск и так далее, и так далее. Ее производительности в старых системах вполне хватало, чтобы связь на достаточно высоком, с высокими скоростями, с высокой пропускной способностью обеспечивать. Тогда наши компьютеры были не очень быстрые. Ну, а потом, естественно, столкнулись с тем, что производительности шины ИСА стало не хватать. Она была одна, использовалась для связи всего-всего. И стали выпускать, стали разрабатывать какие-то более современные по тем временам шины. Вот на замену ИСА пришла шина ЕСА. Это как бы попытка расширить шину ИСА. Шина ИСА в своем основном варианте была восьмиразрядная и работала на частоте 4,77 МГц. Вообще, коллеги, основные характеристики шин. Знакомо вам такое понятие? Два слова буквально. Какие основные характеристики шин используются? Какими характеристиками любая шина может быть описана? Первая из таких основных характеристик – это разрядность шины. Разрядность шины или, говорят, шина шины. Помните, мы с вами сказали, физически шина что такое? Физически шина – это набор проводников, которые связывают между собой различные функциональные узлы компьютера. Вот это один функциональный узел, а это другой функциональный узел. Так вот, разрядность шины что определяет? По сути, количество вот этих проводничков, а по каждому из этих проводничков передается информация. Двоичная система исчисления что передается? Нолики передаются или единички передаются? Вот какой набор, какой объем данных может одновременно по этой шине перекачиваться? Сколько разрядов? А ровно столько, сколько проводничков используется в шине для передачи информации. Дорогие, понятно, что бывает? Разрядность шины. Количество проводничков, которые используются в конкретной шине для передачи полезной информации. Раз. Вторая характеристика любой шины. По шине информация передается нолик и единички. Может нолик, а может единичка. А как часто смена состояния может происходить? Как часто нолик может поменяться на единичку, а единичка поменяться на ноль? Вот темп работы шины что задает? Вторая характеристика – это частота работы шины. Тактовая частота работы шины. Измеряемая частота в чем меряется? Герц. Один герц. Смена состояния один раз в течение одной секунды. То есть был нолик, мы с вами засекли время, сказали раз, и вместо нолика появилась единичка. Была единичка, сказали два, вместо единички что появился? Нолик. Вот темп работы задается частотой. Ну, естественно, вычислительная техника. Герц – это слишком мало. Используется что? Мегагерц. Гигагерц. Мегагерц – это что? Миллион операций. Миллион смен состояния в одну секунду. Гигагерц – соответственно, миллиард смен состояния в секунду. Так, вот это. И такая еще одна третья, самая-самая, может быть, наглядная, самая функциональная характеристика любой шины – это пропускная способность шины. Она почему самая наглядная? Потому что пропускная способность шины – это расчетная характеристика. Пропускная способность определяется как разрядность, умноженная на тактовую частоту. Разрядность, умноженная на тактовую частоту шины. Вот, знаете, мы с вами упомянули какую-то старенькую-старенькую шину, шину ИСа, да? ИСа, разрядность, 8 разрядов, 8 бит, атаковая частота, с которой она могла работать, 4,77 МГц. Ну, коллеги, я буду для простоты так округленно считать, не 4,77, а 5, да? 8 на 5 умножили, сколько получили? Самое главное, чего 40 получили? Вот это М отсюда оторвали и отнесли это вот сюда к битам и получили мега. А дальше вспомнили, что Герц это единичка, деленная на секунду. Мегабит в секунду. Вот пропускная способность. За одну секунду по этой шине теоретически можно было прокачать 40 мегабит информации. Много? Ну, по современной жизни совсем-совсем немного. Она, собственно, потому и умерла. Все, ее для обслуживания всей периферии не хватать стало. Ну, так вот, вместо нее сначала стали использовать ЕИСА, а это разрядность увеличили до 16, частоту подняли до 8. Потом МЦА, МЦА это разработка фирмы IBM, IBM ее никому не лицензировала, поэтому только в их системах и могла использоваться. Веса, локальная шина. Это все когда-то было, это попытка увеличить пропускную способность вот этих шин, но все это когда-то действительно использовалось, но сейчас вы с этим не столкнетесь точно в современных системах. Что вы можете сейчас увидеть в современных системах? Вы можете увидеть и то, если брать самые современные системы, можете или увидеть это. Шина или по-другому называют LPC интерфейс. Вот что такое LPC, коллеги? Смотрите архитектурную схему своего компьютера и вдруг увидите, что-то там вот такое нарисовано. Или что-то вот такое нарисовано. Вот смотрите, на что написано? LPC BAS, да? Будет система самая современная? Вообще этого не будет. А если она еще не самая современная, ее там 3-4 года назад выпустили, то вот с этим вы с большой вероятностью можете столкнуться. Вот смотрите, у нас наши компьютеры развиваются, 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 но некоторые устройства, которые использовались вот там, далеко когда-то в старинных компьютерах, они же до сих пор используются и никуда не делись. ЛПТ-порт используется? Есть, пожалуйста. Компорт используется? Есть, пожалуйста. Мышку можно к пояс пополам подключить? Можно к клавиатурку? Можно. То есть посмотрите, вот эти вот старые медленные устройства остались, и они используются в современных системах. Но если мы эти старые медленные устройства подключим к какой-нибудь современной шине, там шина PCI в свое время вот все это заменила. Ведь это старое устройство будет просаживать возможность шины PCI, да? Она будет брать ее пропускную способность на себя. Поэтому, что решили сделать? Создаются новые шины, и к шинам этим новым подключаются какие-то более скоростные современные устройства, а для подключения старых устройств, гнездных, но которые все равно в архитектуре компьютеров встречаются, придумали интерфейс IPC. Разработчики взяли за основу стандарт ИСА, немножечко его доработали, и в качестве интерфейса IPC его выдали, стали его называть. Причем интерфейс IPC, он никогда не выводится на разъемы расширения. К нему никаких устройств мы с вами подключить не можем. К нему подключается специальная микросхема, ее называли раньше, и сейчас, если есть, называют супер-ИО-контроллер. И вот этот супер-ИО-контроллер, собственно, в себе и реализовывал вот эти все там старинные интерфейсы. Причем, по мере развития архитектуры, по мере отмирания всех этих интерфейсов, супер-ИО-контроллер становился все менее и менее функциональным. Вот посмотрите, здесь у нас супер-ИО-контроллер, микросхема, какие интерфейсы в себе содержат. ПС пополам и интерфейс для подключения к флоповодам. А флоповод тоже там интерфейс. И ПС пополам, мы сами сейчас сможем уже его уберить. А это значит, вот этой части в системе может и быть. Но тем не менее, может и быть. ЛПЦ, старинный-старинный, по сути, интерфейс, хотя нет, и неправильно будет. Он достаточно новый интерфейс, Но построенные на основе старинные-старинные шины ИСА-умершие. Умершие. Ну, вообще, по сути, они очень-очень похожи. Вот это еще можем увидеть. Шинописиай можем увидеть. Когда-то вот эти вот все шины, о которых я здесь говорил, ИСА, ЕИСА, МСА, ВИСА, заменила собой шина, которая называется шинописиай. Шинописиай. Ну, вообще говоря, в стандарте шинописиай написано, что она может работать в нескольких режимах. Разрядный шинописиай может быть либо 32-разрядный, либо 64-разрядный. 64-разрядный вариант шинописиай. Мы с вами и раньше-то не видели в архитектуре наших компьютеров. И сейчас уже точно совершенно, скорее всего, не увидим. И могла работать на различных частотах 33 МГц и 66 МГц. Ну, соответственно, производитель с пропускной способностью мы с вами считали, да? 32 на 33 умножить и получите 133 МГц в секунду. Вот это как бы такой основной режим работы шинописиай, который встречался в архитектуре наших домашних персональных компьютеров. Шинописиай. Вот, посмотрите, ну, фотография, может быть, так скажем, не очень современной материнской платы. Вот мы здесь видим аж целых раз, два, три, четыре, аж целых пять внешних разъемов. Это разъемы шинописиай. А вот посмотрите, ну, совсем-совсем современная материнская плата. Фирма Гигабайт сделана. Это мамка GAZ77D3H. Очень современная штука для современного процессора созданная. Смотрите, тоже есть шинописиай. Если у вас есть какое-то устройство, которое вы хотите к этой шине подключить, пожалуйста, для чего, собственно, она сейчас уже не является основной шиной. Но, тем не менее, в архитектуре компьютеров современных осталось, потому что устройства контроллеров различных внешних интерфейсов наплодили в свое время очень много. Если вы такой контроллер имеете, нам дает возможность в современную систему его тоже подключать. Пожалуйста. Поэтому шинописиай вы увидите и в самых-самых современных компьютерах тоже. Хотя можете уже и не увидеть. Вот я точно считаю, если разработчик современной мамки хотя бы одного внешнего разъема шинописиай там установил, ну, я считаю, что он сделал несколько... Я не считаю, это мое мнение. Он сделал несколько неправильно, потому что какие-то существующие у меня устройства он говорит, что мамку уже подключать мне не дает. Значит, я должен, соответственно, обязательно покупать что-то другое. У меня есть сетевой адаптер PCI, да? Хотя есть встроенные сетевые адаптеры, я хочу еще, еще, еще. У меня есть сетевой адаптер, который подключается в разъем шины PCI, если ее нет на материнской плате, значит, я этот адаптер подключить и не смогу. А может быть, мне надо. Это дело уже разработчика. Это наше с вами дело. Мы покупаем материнскую плату для себя, поэтому надо смотреть, есть, нет. Если очень нужно, значит, давайте купим такую, где эта шина будет, и, по крайней мере, вот на хотя бы на один разъемчик будет выведена. PCI-X, коллеги, очень такая любопытная шина. Я почему о ней хотел сказать несколько слов, потому что, когда в свое время появилась шина PCI-Express, вот PCI-Express сейчас, по сути, все выгорело, да? Такой основной шиной стал. Вот это у PCI-Express по тем временам очень часто шили, шипоте ли шины PCI-Express. Та экспресс, а это Xpanded. Та PCI-E, а это PCI-Ex. Вообще, для шины PCI-Ex это не что иное, как шины PCI-Express. Вообще, например, фирма Intel говорит, что нет стандарта никакого шины PCI-Express. Нет такой шины. А кто-то говорит, есть такая шина. Посмотрите, вот опять-таки она может работать в нескольких режимах. Здесь разрядность. 64 частота 66. 64 частота 66. Это же обычный режим какой шины. Это шина PCI, поэтому Intel говорит, о какой Xpanded вы ведете речь. Это же обычная PCI, но вот в этом режиме. А некоторые говорят, нет, есть шина PCI-Express. Потому что она может работать не только на частоте 66, а вообще говоря, шина PCI-Express могла быть разогнана до частот 533 МБ в секунду и давать вот такую, но по тем временам, огромную производительность. Причем, вот смотрите, здесь такой фрагментик какой-то старенькой материнской платы. Это материнская плата, которую мы с вами вряд ли в домашних условиях стали бы вспомнить. Это, скорее всего, какой-то серверный вариант материнской платы. Потому что, вот посмотрите, такие разъемы удлиненные. Это как раз и есть вот этот режим работы шины PCI или же PCI-Express. Этот, называйте это, это 64 бита и это вот такие частоты. И вот на таких скоростях они могли обмен поддерживать. И к такой шине, ну, по тем временам, чаще всего подключались контроллеры жестких дисков, обеспечивая интерфейс SCAZ. Слышали об интерфейсе SCAZ? Ну, мы когда-нибудь создадим. Я когда-нибудь сделаю вебинарчик. Такой семинарчик. Мы об интерфейсах в жестких дисках поговорим. Может быть, там немножечко о SCAZ тоже расскажут. То есть SCAZ интерфейс – это интерфейс, который позволял работать с очень быстрыми жесткими дисками. SCAZ диски уже давно-давно существовали. Они были очень быстрыми, очень дорогими. Но вот обычные жесткие диски куда подключались к PCI? А возможностей PCI не хватало, чтобы вот эти SCAZ диски обеспечивались. Приходилось использовать как бы более быстрые шины PCI, но и называли их PCI-экстренно. Тоже это все фактически сейчас умерло, и мы это можем встретить только на каких-то там древних материнских платах. Интерфейс AGP, ну буквально два слова. Интерфейс AGP появился почему? Шина PCI стала использоваться как основная шина, обеспечивающая подключение периферии. И все было здорово, все было замечательно до тех пор, пока не появилась 3D-графика. Появляется 3D-графика, соответственно, видеоконтроллер должен обрабатывать большие объемы информации, обмениваться ими с процессором и так далее. И надо, соответственно, обеспечивать возможность перекачки этих больших объемов между видеоконтроллером, оперативной памятью и так далее. Шина PCI не справляется. Слова было. Что сделали разработчики? А разработчики взяли за основу стандарт шины PCI, это ферментов дело. Взяли за основу стандарт шины PCI, несколько его переработали и выдали на гарантию сейс, который назвали AGP. Вообще AGP это не шина. AGP это ускоренный графический порт. Шина это всегда возможность параллельного подключения нескольких устройств. А порт это всегда подключение точка-точка. Один порт, одно устройство. Так вот, к AGP ничего кроме видеоконтроллера подключать было нельзя. Но вот не понял, что говорят шины, хотя даже вот в расшифровке этой аббревиатуры, мы сами видим, ускоренный графический порт. Ускоренный графический порт, 32 разряда, 66 МГц, появился, потом развивался. Вот такие пропускные способности мог обеспечивать. Коллеги, вы возьмете эту презентажку, если вам очень сильно захочется. Посмотрите характеристики. Но опять-таки все это умерло. Все это умерло. И что сейчас в качестве основной шины ввода и вывода используется. Да, ну вот фотография, смотрите. Разъем интерфейса AGP. Вот здесь вот. А это PCI. Но на современной мамке вы ничего подобного не увидите. Шина PCI-Express. Вот то, что сейчас, ну, фактически чаще всего используется. PCI-Express. Мы говорим, что PCI-Express это шина. Вообще говоря, если опять-таки на уровне физики смотреть, PCI-Express это не шина. Это опять соединение точка-точка. К одному интерфейсу PCI-Express подключается одно устройство. Вообще разработчики вот этого интерфейса, этой, ну, будем говорить, шины PCI-Express, архитектуру компьютерных сетей, построенных по топологии звезда, решили перенести в архитектуру персонального компьютера. Но если вы с топологией сетевой звезда знакомы немножечко, то помните в основе звезды что лежит? Какое-то центральное устройство, к которому, к отдельным портам которого подключаются различные устройства, объединяющиеся в сеть. Вот то же самое, как бы, и задумка лежит, вот в основе этой шины лежит вот такая же задумка. Убрать из системы все и оставить одну единственную шину, шину PCI-Express. И с ее помощью объединять все-все устройства нашего с вами компьютера. Но они пока это еще не реализовали, пока, может быть, реализуют когда-нибудь. Вот смотрите, в основе шины PCI лежит такое понятие – линия. Линия шины PCI-Express состоит из четырех проводничков, два проводничка – прием, два проводничка – передача. Вот эта вот элементарная четырехпроводная линия, ЛЭН, называется линия формата X1. Линия X1 состоит из четырех проводничков. Понятно, коллеги? Вот эти вот линии, оказывается, очень легко можно между собой комплексировать. Вот давайте я вернусь к тому, о чем говорил. Что разработчики PCI-Express, архитектуру и топологию звезда, использующаяся в компьютерных сетях, на архитектуру персонального компьютера хотят перенести. Значит, в основе всей системы, сейчас пока еще этого нет, что-то очень похожее, но не совсем так, будет лежать устройство, контроллер, шины PCI-Express. Вот как центральное устройство в архитектуре звездочка, да? Контроллер, шины PCI-Express. В этом контроллере будет реализовано много-много портов, много от разработчика будет зависеть, от цены формата X1. То есть вот этих вот четырех проводных линий. X1, 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 X1 и так далее, и так далее, X1. А дальше, в зависимости от того, какое устройство я хочу в систему свою включить, на разъем можно вывести вот одну элементарную линию и подключать сюда не очень быстрое устройство. А можно два вот этих вот портика комплексировать между собой, и тогда мы получим уже не линию X1, а линию какую? X2. И ее вывести на разъем для подключения устройств более быстрых, и так далее, и так далее. И вот это вот, какие линии как комплексировать, и, соответственно, какие интерфейсы в итоге предоставлять, будет от кого зависеть? Вообще ряд разработчиков материнской платы, которые купят этот контроллер, и будет вот эти вот различные разъемы устанавливать туда и обеспечивать взаимодействие устройств. А почему бы процессор не соединить со всеми остальными устройствами такой шины? Он, собственно, и соединяется сейчас такой шиной фактически. Интерфейс DMA, может быть, придете на курс, будем о процессоре говорить. Вот и посмотрим, что такое DMA-интерфейс. DMA-интерфейс, это директ-медиа-интерфейс, это вообще говоря, вот так скажем, чуть-чуть доработанная фирма Intel, линия PC-Express или шины PC-Express формата X4. Ну и все. Чуть-чуть они там ее переработали, какие-то там усовершенствования внесли, никому ее не лицензируют, а раз никому не лицензируют, значит, чипсеты для интеловских процессоров могут делать только то. Только фирма Intel, потому что лицензию никто другой купить не может. Вот идея, вот она идея. Идея шины PC-Express. Много-много элементарных линий, а дальше разводи их на разъемы, как тебе заблагорассудится, в зависимости от того взаимодействия, насколько быстрых устройств ты должен обеспечивать между собой. Так вот, и здесь, смотрите, собственно и написано, что вот эти элементарные линии могут выводиться на разъемы, выкомплексироваться, объединяться между собой. В стандарте PC-Express написано, существует вообще в стандарте линии X2, X4, X8, ну вплоть до X32. Ни разу не видел в реальной жизни X32. Максимум, что встречал на современных отламках, это X16. Вы тоже все видели наверняка такие X16 у себя на материнских ватах. Теперь смотрите, пропускная способность, да? Пропускная способность. Ну вообще говоря, для измерения пропускных способностей сейчас используют вот такую специальную характеристику, которая называется, скоростная характеристика описывается параметром, называемым ГТС или МТС. Это ГТС, гига трансферов, миллиардов. Трансфер – это операции по передаче данных. Миллиард операций по передаче данных в секунду, а МТС, как будем расшифровывать, миллион операций по передаче данных в секунду. Вообще говоря, вообще говоря, вот эти самые ГТС и МТС мы с вами для себя можем воспринимать как мегагерцы, или же, если это МТС, миллионов операций по передаче информации, или же гигагерцы, если это ГТС. Просто, ну мы опять-таки вот об этом говорим, там на курсе, приходите, собственно, на курс, мы с вами говорим, что многие шины, ну, например, вот шины памяти, да, работают сейчас в режиме увеличения производительности. Термин DDR извесен. А что такое DDR? Сейчас скажете, что это тип памяти. Так, нет. А я вам скажу, ничего подобного. DDR – это режим работы шины. Double Data Rate. Удвоенная скорость передачи информации. Double Data Rate. И просто память, которую мы с вами называем память DDR, она подключается и может работать с удвоенной скоростью передачи информации. Значит, помните, мы говорили, да, это характеристики шин – частота, частота и пропускная способность. И пропускная способность – это частота, умноженная на что? На разрядный шин. Вот смотрите. Ну, я сейчас опять вот, может быть, несколько… А, собственно, почему нет? То есть это тоже к шинам относится. Многие шины сейчас работают в режимах увеличения пропускной способности. Идея в чем состоит? Смотрите. Вот сейчас большинство шин – это так называемые шины синхронные. Синхронный шин о чем говорит? Никаких операций не будет производиться на шине, пока на эту шину не придет специальный синхронизирующий сигнал. Есть синхросигнал, что-то происходит. Нет синхросигнала, не происходит ничего. Потому она называется шина синхронная. Вот на шину выдается последовательность синхроимпульсов. Вот это вот синхросигнал. А вот это данные, которые передаются по шине. Синхросигнал пришел – данные передались. Синхросигнал пришел – данные передались. Если синхросигнал, ну, для примера, идет на частоте 100 МГц, данные на какой частоте передаются? Ну, те же самые 100 МГц. Вот такой режим работы шины называется Single Data Rate, SDR. Так многие шины всю жизнь раньше и работали. А вот современные шины могут работать следующим образом. Вот смотрите, синхросигнал, который идет на частоте, коллеги, я так немножечко неопрятно рисую, но мне хочется просто побыстрее вам рассказывать. Поэтому снисходите к этим рисуночкам, отнеситесь, пожалуйста. Вот идет синхросигнал на частоте, ну, для простоты 100 МГц. Синхросигнал пришел, данные передаются. Синхросигнал исчез, данные опять передаются. Пришел, данные передались, ушел, то есть исчез, опять данные передались. Синхросигнал с какой частотой? Как был, так и остался 100 МГц. А данные уже с какой частотой передаются? В два раза больше, согласны со мной? Это уже не 100, это уже 200 МГц. Информация передается и по переднему, и по заднему фронту синхросигнала. Вот такой режим работы шины называется DDR, Double Data Rate. То есть DDR это не тип памяти, а это режим работы шины, к которой соответствующая память подключается. И этот режим DDR не только в памяти используется. Понятненько, да, что говорил? Так вот, смотрите, частотная характеристика. Вот это частота тинхросигнала, а вот это частота в два раза больше, на которые передается уже непосредственно информация. Так вот, смотрите, для того, чтобы я понимал, как вот эта частота называется базовой частотой работы шины, А вот эта частота, на которой данные передаются, называется эффективная или же рабочая частота шины. Если я скажу, частота работы шины 100 МГц, вы тут же спросите, Николай Михайлович, а вы какую частоту-то имеете в виду? Базовую, на которой синхросигнал идет, или рабочую, на которой данные передаются? А непонятно, какую я имею в виду, так ведь, нет? Так вот, чтобы сразу было понятно, что договорились. Договорились, если мы речь ведем с вами о базовых частотах, о частотах синхросигналов, давайте будем использовать вот эти старинные характеристики частотные, герцы, мегагерцы, килогерцы и так далее. А если будем речь вести об эффективных частотах, будем использовать... Вот эти новые параметры. Вместо мегагерцев будем говорить мегатрансферов в секунду, МТСы. А вместо гигагерцев что будем говорить? Гигатрансферы в секунду. Вот откуда эти как бы новые параметры, новые характеристики. Не новые, новые обозначения. Чтобы я четко понимал, прочитал, если написано МТСы, ба, это частота базовая. А если написано в мегагерце, это, скорее всего, частота рабочая указана. Так вот, ну и, соответственно, посмотрите. Вот скорость работы, пропускная способность или же частота работы шины формата X1 PCI-Express первой версии составляла 2,5 ГТС. И я могу сказать 2 ГГц. Могу? Нет. 2,5 ГГц в секунду. Это будет одно и то. Так вот, смотрите, еще такой момент. Для того, чтобы по шине передать 8 байт полезной информации, извините, 8 бит полезной информации. То есть байт для того, чтобы передать, вообще говоря, физически по шине перекачивается не 8, а 10 бит. Потому что 2 бита служебной информации должны перекачиваться. Если хотите, та группа, знаете, стартовый и стоповый бит. Вот началась, вот закончилась. Вот здесь бит начался, вот здесь бит закончился. То есть физически передается 10 бит, а полезных из них только 8. Вот такой режим работы называют 8-10 бит энкодинг. То есть обратите внимание, 20% трафика всегда это служебная информация. И для того, чтобы посчитать частоту, то есть, извините, пропускную способность вот такого режима работы шины, 2,5 ГТС умножаем на 8-10 бит. Т, трансфер, трансфер передачи, да? И дальше все это умножаем. Умножаем 2,5 на 8. Т и Т здесь сокращаем. Что получаем? Вот отсюда Г переносим к битам. И вниз у нас попадает секунда. 2,5 на 8 разделить на 10 получили 2 гигабита в секунду. А здесь, если хотите так, а вот так вот, когда такую характеристику задают, очень часто мегабайты в секунду используют. Чтобы отсюда сюда перейти, что надо сделать? Байт и бит. Но 1 байт – это 8 бит. Надо вот это разделить на 8, получите как раз 250. Так вот, обратите внимание, что в более современных стандартах PCI-Express используется уже не 8-10 бит к шифрованию, инкозинг, а 20% трафика очень много. Доработали ее и стали использовать кодирование, не шифрование, а кодирование, коллеги. 128-130. То есть 2 служебных битика аж на целых 128 разрядов полезной информации. То есть вот этот служебный трафик просто несколько сократили. Но, естественно, скорость работы таким образом повышается. Ну и вот вам табличка со скоростными характеристиками современных режимов работы шины PCI. PCI-Express первой версии, второй, третьей версии, четвертой версии, она давно уже как бы появилась теоретически. Вон в 2019 году уже как бы и пятая версия появилась. Поверьте мне, я не могу как бы утверждать это четко совершенно, но я еще ни разу не видел ни на одной материнской плате, даже очень-очень современной. Чтобы чистота, то есть, извините, чтобы там был установлен контроль машины PCI-Express версии 4.0. Максимум, что я вижу, это трешечка. Ну потому что это такие огромные производительности, которые вообще говоря, всем устройствам, использующимся нам, удовлетворяют и куда-то там что-то это повышать и так далее, пока, наверное, особого смысла нет. Поэтому разработчики устройств, разработчики контроллеров, разработчики чипсетов пока еще вот такие варианты не используют. Причем, коллеги, это я вам говорю о том, что я видел. Сами стандарты есть, они описаны. Вот смотрите, в 2021 году ожидается уже шестая версия этого стандарта. Скорости посмотрим, переход на каждую новую версию, это, естественно, увеличение производителя. Но еще раз хочу сказать, что вот ничего выше вот этого стандарта более быстрых шин PCI-Express я пока в реальной жизни не встречал. А вот посмотрите, я вам рисовал как бы идею, да, контроллер PCI-Express с компенсированными портами и разводится на разные стандарты, на разные разъемы. А здесь вот какая-то там, ну, относительно современная материнская плата. Посмотрите, что я на этой материнской плате вижу. На этой материнской плате я вижу различные разъемы шины PCI-Express. Вот это разъем PCI-Express X1. Я буду сюда вставлять какие-то не очень быстрые внешние устройства. Вот как я говорил, куплю новый сетевой адаптер, да, а это будет уже сетевой адаптер с новым интерфейсом. Это будет интерфейс PCI-Express X1. А куда вставлять? Ну, вот сюда я его вставлю. А вот это PCI-Express X16. Аж целых раз, два, три штуки. И чаще всего мы с вами сейчас в наших системах что сюда ставим? Видеоконтроллеры, да? Видеоконтроллеры мы с вами сюда ставим. Ну, возьмете какую-то другую материнскую плату, может быть, вы там увидите. И там, я не знаю, разъем такой пошире, чем этот X4 и так далее. Вообще говоря, здесь вот какая идея еще очень важна. Очень важна вот какая идея. Что мы с вами можем устройство PCI-Express разместить в слот для более широкого устройства. То есть, если мы с вами устройство, у которого реализована одна линия X1, вставим в разъем X16, это устройство в этом более широком разъеме должно работать. Там полная совместимость есть. Единственное, что понятно, будет задействован только вот эта вот одна единственная линия с ее возможностями скоростными. Понятно, чего говорю, да? Поэтому, если мы имеем X16, ну, совершенно не обязательно там X4 устанавливать и так далее. Устройство X4 мы в X16 разъем можем вставить. Вот это вот просто имейте в виду. Ну, наоборот, нельзя. Хотя есть, вроде бы, такие попытки, но я что-то в реальной жизни таких реализаций нигде не видел. Чтобы взяли там X16, видеокарту установили в разъем X1. Хотя физически можно так сделать, но вряд ли видеокарта на таком интерфейсе заработает. Вот, посмотрите, это как бы кусочек вот такой вот архитектурной схемочки. Вот северный мостик, да? Интеллский какой-то северный мостик. И вот в этом всей северном мостике реализован интерфейс и реализованы контроллеры шины PCI Express. Вот сколько здесь линий, вот в этом контроллере, сколько здесь всего линий PCI Express. Давайте посчитаем вместе с вами. Вот сколько здесь всего, я пока не знаю. Сейчас вместе с вами будем считать. Так, X16 на один разъем вывели. Видите, да? Еще один X16 вывели. Еще на два разъема. Если я из этих, вот сюда вот вывели X16. А сюда тоже вывели X16, но распараллелили. Если я один контроллер вот сюда поставлю, то этот разъем будет работать в режиме X16. А если я сюда добавлю второй, то они оба начнут работать в режиме X8. То есть раз X16, два X16. Это сколько? 32 насчитал, да? 32 элементарные линии. И плюс еще отдельный разъем X4. Значит сколько? 36 линий разработчик вот этой микросхемки, этого чипсета, в этот чипсет туда встроен. А вот это южный мостик. И тоже посмотрите, сколько здесь тоже можно посчитать. Вот две линии X1. Вот это что такое подключение? А это как раз и есть подключение к PCI-Express встроенных сетевых адаптеров. Причем какая-то такая мамка серьезная, у которой два сетевых адаптера есть встроенных. И выводятся они на внешний разъем RG45. Мы с вами будем витую пару подключать. Если нам надо, два сетевых интерфейса. Раз X1, два X1. И плюс еще один X1 куда-то там на конкретный разъемчик внешний выведет. И плюс еще что? И плюс еще к X1 подключены вот этот вот контроллеры жестких дисков. Контроллеры жестких дисков. Соответственно, четыре сета жестких дисков сюда можно подключать, к этим контроллерам. Сколько всего насчитали X1? Четыре. Четыре X1, да? А вот это уже, естественно, не PCI-Express, это PCI. Который в каком-то более современном чипсете может отсутствовать вообще. Умирает. Ну вот, коллеги, это то, что я вам собирался, я вас, извините, чуть-чуть задержал, что я вам собирался вот на этом нашем коротеньком семинаре о шишинах водовывода рассказать. Главное все-таки, это не тот вот экскурс в истории, а это PCI-Express. У вас презентаршечка есть, вы всегда можете взять и без меня уже почитать, что там написано. Ничего там такого сложного нет, чтобы без меня с этим вы не могли разобраться. Так, коллеги, я семинар заканчиваю. Всем огромное спасибо и тем, кто пришли сюда ко мне в аудиторию очно, и тем, кто были подключены к нам на вебинаре, по вебинару. Все, коллеги, большое вам спасибо. Приходите на другие семинары, которые проводятся в нашем центре, приходите ко мне на семинары. А сейчас большое спасибо. Я с вашего позволения буду трансляцию вебинара заканчивать. Всего доброго, до свидания. Спасибо.